Через пару недель здесь, на главной площади Благовещенска, появится полностью готовый снежный городок в виде сказочного леса и снега и льда. Его украсят более 40 снежных фигур, причем три из них будут народными. Их выполнят по эскизам горожан. Сейчас здесь, на площади, уже можно насладиться вот такими забавными двумя моржами, которые радуют взгляд всех проходящих мимо. Очень красивые фигуры все, и город очень много всяких разных. Очень нравится. А сегодня вот пораньше и уже делают, тоже приехали. Наталья и Борис заявили, на площадь обязательно придут 28 декабря, когда снежный городок будет готов, а пока на главной площади Благовещенска полным ходом идет большая стройка. Снежные глыбы легким движением рук и бензопил скульпторы превращают в настоящие шедевры. В скором времени здесь расположится и большой каток. Рабочие установят искусственную ель. Ледяная красота займет не только территорию самой площади, но и прилегающего к ней сквера, фонтана и набережной. Здесь планируют возвести 9 горок для детей и взрослых. К 26 декабря преобразятся и улицы областной столицы. На центральных магистралях и городских скверах появится праздничная иллюминация. На все это вместе с городком и фейерверком благовещенские власти планируют потратить свыше 18 миллионов рублей. Готовятся к встрече Нового года и власти Тынды. Заместитель мэра города Сергей Гуляев уточнил, в этом году новогодние праздники пройдут не менее ярко и позитивно, нежели чем в прошлом. Приступить к украшению городских улиц гирляндами и строительству снежных горок в северной столице региона планируют к 10 числам декабря. Прежде всего, конечно, это установка большой искусственной ели. В прошлом году мы закупили новые гирлянды на эту ель, поэтому будем устанавливать новые гирлянды. Также на самой площадке будет система иллюминации, вокруг площадки. Хотят власти Тынды установить на площади и три ледяных горки, а также украсить прилегающую территорию снежными фигурами. Но если в столице Бама все только в планах, то в Мазановском районе работа по подготовке к Новому году уже кипит. Здесь и деревья празднично украсили, и снежные фигуры начали лепить. В Белогорске также приступили к строительству снежного городка, который по традиции появится на площади имени 30-летия Победы. Выполнят его в стиле русских народных сказок. На днях в Белогорске заработали снежные пушки, которым предстоит выработать более 750 кубов искусственного снега. Новогодняя сказка обойдется белогорскому бюджету в сумму 680 тысяч рублей. Ростислав Азизов, Иван Сюмак, Первый областной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова